Ну, скажите, за кого вы собираетесь? За себя. А, за себя? А как вас зовут? Слава. Слава. Я из народа, но сообразователь. Понял. А сколько тысяч подписей надо собрать? Надо собрать 7 тысяч, кто забил из подписей. В условиях, это Бандин. Вот. В крупной партии, как Единая Россия, Коммунистская ЛДПР, они вообще подписи не собирают. Вот. Технический кандидат в партии, которая идет в законодательном подраме, это краевые органы власти. Сейчас тот хочет. Ну, это самые коррумтированные, самые такие прижившиеся власти. Нет, я не буду называть это слово, потому что я с инвестиций не работаю. Не, ну, это известный факт, что я часть народа, я рабочий, я рыбообработчиком отработал. На нас держится все остальное держится. И поэтому мы хотя бы правду имеем. Вон Ленин памятник ему стоит, он говорил, правду, правду, и только правду говорите простому человеку. Это скоррумпированные бандитские шайки, которые разрушают государство. Они не специально разрушают, просто оно разрушается само, потому что они его не воссоздают. Нет, знаете, вы немножко ошибаетесь, потому что они что-то делают. И общая церковь функционировала нашего края, ну, ближе к четвертому. Я говорю про страну в целом. А я про заканчат. Страна не развалительная. Страна? Не дадут развалительную. А кому она нужна? Нам. Нам. А те, кто ответственны за управление страной, за правительство, им безразлично, чем управлять. Им бы лишь был капитал. А у них же нет, это же не их родина. Это наша родина, но не их родина. Знаете, это родина и в том числе. Нет. И они заботятся, заботятся, насколько им позволяют обстоятельства, и стороны партнера заботятся, чтобы сохранить то... Им обстоятельства позволяют заботиться на 100%. Президент имеет огромные полномочия, премьер имеет огромные полномочия. А где ответная реакция? Как они пользуются, как распоряжаются? По телевизору все показывают. По телевизору все вранье. Это экран, картинка. Это все для электората, даже не для народа. Лишь бы пройти выборы. Ну, я был в Челябинске, в Белгороде, в Москве, в Москве, в Москве. Вот, вижу по контакте. И вот, я говорю, нормально, трудно, но нормально. Все показатели падают. Все показатели резко падают за последние два года. Вот с 14-го года на уровне 2008-го. А люди это понимают? Люди этого не понимают. Они это чувствуют. Они понимают, что нам не дают санкции, и что нам не дают работать. Нам не дают торговать, не дают... Такую продукцию продавать за рубежом. Надо развивать внутренний рынок. Развивается, но не страх. А кто поставил в зависимости от зарубежа? Кто поставил? Зачем поставили в зависимости? Чтобы еще больше нас задавить. А кто это сделал? А мы не даем, что мы. Нет. Мы все равно, с трудом, но идем вперед и идем. Мы идем вниз. У нас все показатели падают. Показатели-то у них. Мы ведем две войны. Сирия и Украина. Еще намечается третья там. В Турции какие-то шуры. В Турции нормально все. В Турции... Я читал недавно. Ничего там нормального. В Турции. В Турции нормально. Они нормализуют. В Турции государственный переворот. Как может быть нормально в Турции? Он уже подавлен и впоследствии... Это слова. Эрдоган пока ведет... Я понял. Пока власть. Пока он ведет политику ровно, но он очень сильно рискует. Он идет по тонкой-тонкой ниц. Сейчас скажу, если он выполнит наш рекомендацию, нашу президенту... А кто мы такие? Мы такие. Мы деловые парниерки. Мы сельцы соседей. Не деловые. Там политика и война. Там... У кого... Политики мощные. У кого финансы, у кого вооружение, у кого авторитет. Это Америка и Европа. Сейчас скажу. Кто-то играет в карты. Кто-то играет в карты. На стран и лидеров. Кто-то проигрывает. Кто-то пытается проигрышевой сделать какие-то гадости. И кому-то это не дают. А почему вы говорите кто-то, кому-то, как-то? Зачем? Говорите прямо. А я не знаю. У меня нет информации. А я знаю. У Америки нет международного права. Она его никогда не соблюдала и не соблюдает. Международного права для Америки вообще не существует. Вы думаете, оно есть? Совершенно нет. 5 части Америки. Вообще не существует. Америка это Госдеп, ЦРУ, Флот, НАТО. Что хотят, то творят. Или то, что им позволяет. Они много что хотят, но не все им позволяют. И все. Конечно. Я и говорю. То, что им позволяет. Вон собака покупает. У вас интересный тут пляж. У вас люди сидят на пляже, но не купаются. Я забыл. У вас где взять плавки, чтобы я искупался? Я хочу искупаться. Вона голодная. А я знаю. Я даже купался в вывенке. А я трусики делаю, как плавки. Купаюсь, как нарусики. А у меня вообще ничего нет. А! Если только прямо в штанах. Не, не надо. Не абсурд. Да, можно. Надо беречь здоровье. Я делал. У меня было растяжение на рыбе. Я рабочий человек. Это кто на ком делал. Я лечился таким способом. Я купался по 5-10 минут. И холодом я лечил. Ну, это хорошо. Да, вода. За вас вылечились именно таким способом. И таким, и втиранием. И просто работа. Просто смотрите, я вам скажу, как бы глобально. Если не будет России, Китай пойдет везде. Если не будет Китая... Китай очень слабая. Китай много слабых мест. Я еще не все сказал. Если не будет Китая, мусульмане пойдут везде. Если не будет Америки, Китай и мусульмане пойдут везде. Мы их сдерживаем друг друга. Поэтому наша задача сейчас распределить, так сказать, территории, подконтрольные нам, им, другим и так далее и тому подобное. Под протекторатом территории. Под протекторатом. И чтобы не было войны. Вот это наша задача. Война уже идет. Как это не было с вами? Война уже идет. Чтобы не было ее вообще. Чтобы это прекратилось. Но кто-то этого не хочет. А вот этого кто-то как бы надо уговорить, успокоиться. Опять кто-то. А зачем нам устаканивать мир, приводить его в порядок? Мы с какой стати взяли на себя эту фунду? Наша миссия такая, миссия. Эту миссию взяла на себя Америка. Она в перспективе... Пускай она ошибается, но в перспективе вот один факт. Построится две с половиной тысячи баз беспилотников по всему миру. Да и тренд снизу. Они контролируют мир. Они мы. У нас зона интересов полностью все вырезаны со всего. Мы во всем мир не контролируем. К тому показатель Ближний Восток. Мы даже ушли из Ближнего Востока. Мы не ушли и не уйдем. Сирии больше нет. Почему мы допустили развал Сирии? Почему? Потому что кто-то сжевал сопли вошли. Кто? Не мы. Путин. Не будет. Хочу Путин. Так почему? Ушла-то из Сирии Россия? Она не ушла. Ну, Россия и Сирии же нет. Есть? Нет. Почему? Она развалена. Все ее нет. Так же, как у Украины нет. Украина есть? Украина... Без Крыма это разве Украина? А без... Север... Юго-Востока? Нет, я пример привожу. Украины нет. Большая часть Украины, она еще сохранит. Наша задача ее сохранить. Наша задача туда нос было вообще не совать. Мы не суем туда нос. Мы забрали Крым. Мы дураки. Мы открыли войну в Сирии, потеряли Сирию. Войну на Украине потеряли, проиграли войну. Мы проиграли в Украине. Просто вас так идеологически пытаются обработать, что вы... Подождите, там погибли десятки тысяч русских людей. За что? Это проигрыш. Мы... За что? Нет, это не проигрыш. А что это? Еще не вечный. Подождите, мы проиграли, потому что мы потеряли жизни. А что выиграли? Мы не проиграли. А что мы... Не в 812-м не проигрывали. Не в 914-м не проигрывали. Не в 45-м. Не, это уже просто идет риторика. Я говорю конкретно за события. Что мы получили в 2016-м году, 27 июля, вот сегодня, в Украине? Пока ничего хорошего. Значит, проигрыш... Почему нет? Когда наши войска там были, новообразные ополчения были, мы кругом везде проигрывали. Насчет войск не могу сказать, а насчет ополченства, там оно было есть. Они тренируются, они готовятся. Они не готовятся, они там просто убивают, умирают. Как там можно тренироваться? Тренироваться, умирать, что ли? Тренируются наши самосовершенства и несовершенства свои... Там они просто умирают десятками тысяч. Там уже около ста тысяч погиб. И мирных, и самих украинцев, и русских. И с той, и с другой стороны. Это не тренировка, это просто война. Там есть зондеркоманды. Ну а что, вы кого хотите обмануть? Себя? Меня? Мы проиграем войны. Одну за другой. Сирии проиграли. Мы... Путин заявляет. Как понять, не проиграли, Сирии уже нет. Почему она есть? Ее нет. Как ее нет, когда она есть? Как она есть, когда эту Сирию прям с драка бегуща? По разделу ООН, США и Россия будут... Это я вчера по телевизору... А телевизор долго не вспомнил. Ирак за США. Ирака больше нет. Ирака за США. Ирака нет вообще. Какой Ирак может быть за США? Территория. Ирак. Вот тоже территория. Но это не страна. Территория Сирии за нами. Территория Ливии. Франция, Италия, Германия. Я говорю, страну разрушили. И разрушили. Вы уже сами сказали, это территория. А территория, это не страна. Страна, это территория и население, которое на ней живет. Вы же сами... Вот на ваши слова, я вас поймал. Сирия строится, строится. Она разрушается. Уже нет. Кто вам сказал? С какого... Там осталось два человека, которые... Да там ИГИЛ сейчас господствует. А Джабхат Аннуфра перешла из Аль-Каиды вчера. Вчера буквально, я ее в интернете узнал. Перешла в ИГИЛ. Ирака. Ну что? ИГИЛ. Вы знаете, что такое интернет? Это минус за минус. Подождите, и при чем тут интернет? Я говорю, я узнал факт. Факт существует независимый от интернета. А если это в районе интернета? Значит, я вру. Так мы же не ищем. На самом-то деле это правда. Смотрите, у вас лечат интернет. Что это интернет? Вы не говорите про интернет? Нет, вы начинаете говорить про меня, а не про факты и события. Мы говорим про события, вы говорите про меня. Есть официальные, есть неофициальные. Это официальные сведения по средствам массовой информации. Можно написать все, что угодно. Это прошло по центральным, по всем мировым средствам массовой информации. Ну и что там ООН сказала? Что, как понять ООН? Что ООН написал? Средства массовой информации зафиксировали, что Крабхата Нусра, это огромное полчаса, там 50 тысяч вооруженных бандитов, перешло в ИГИЛ. Оно и было там только... Оно было в Аль-Каиде. Оно сменило ИГИЛ. Оно одно дело. Нет, нет, нет. Оль-Каид это американский проект, ИГИЛ это чистый иракский проект, там американцев вообще нет. Ирак создал свою организацию. Вы не знали об этом? Меня это не интересует. Ну мало ли что, Василий. Что Ирак создал? Ирака вообще нет сейчас. Страны такой сейчас не существует. Наша обязывает помощь, чтобы мы создали в Сирии. Нет, это вранье. Нет, это вранье. Никакой помощи. Мы проиграли войну в Сирии. Нет. Да? Нет. Вот сейчас на руках два ребенка. Да нет, да нет, да нет. И за 11 вечера. И вот так у нас разговор идет о 8. Вы скажите, что мы там завоевали. Хорошо. Мы там потеряли людей. Вы поставите подпись? Я поставлю. Вы умеете общаться, так же ради этого давайте. Вы это как общаться? Нет. Тогда не надо. Тогда не буду. Только как общаться. Самое главное, что вы не можете. Вы общаетесь, вы разговариваете. Если вы ведете диалог, это уже большой момент. И еще такой момент. Всем устанавливайте по интернету. Интернет может все заполнить, чтобы подорвать веру, подорвать. Интернет – это всего лишь средство. Точно так же, как оружие. Убивает ни пистолет, ни нож, убивает человека. Точно так же интернет. Это средство. Если есть разведданные, не вы, не я, не вы, никто об этом не знает. Об этом даже не стоит смысла говорить. Они знают, но мы-то не знаем. Как мы проверим? Мы можем знать только то, что происходит по большому счету. И все. А разведданные говорит даже смысла не имеет. Поэтому в Устье будет светское государство, но не сейчас. Иран в самом деле будет светское государство. Мало ли что, Россия в будущем тоже будет разделена, но не сейчас. Не разделена. Никогда. Не дадут. Украинцы тоже так считали. Кто Украина? Кто не даст? Олигархи не дадут. Патриоты. А их много. Кто правит миром? Несколько классов. Патриоты правят? У них есть финансовые вооружения. Ну, даже если есть... Оно сравнимо с тем, что владеют реальные правители. Вы знаете, кто самый ненаист-патриот? Что? Самый, что ненаист-патриот. Да. Это авторитеты. Да, авторитеты у них... Авторитеты. У них такие же... Полукриминального, криминального... Не надо, а в них идеологии нет. Я еще не все скажу. До которых никогда не доберется ни ЦРУ, ни ПБР, ни кто вообще. Они имеют все и не имеют ничего. Ну, неужели, а в них никто ничего не знает? Им запрещено иметь семью, но они имеют кучу жен, с детьми. А то встречаем на пять жизней вперед. Это было когда-то. Сейчас они имеют право и то, и то. А сейчас авторитеты покупаются. Вы мне сказки не рассказываете. Наши авторитеты не покупаются. У них есть все. Грузины скупили все должности авторитетам. Нет. Не все. Ну, как же, если... Ну, может быть, я не знаю. Ну, не все. Не всем. Это реально. Они просто молчат. А если не заговорят от этого того... Вот смотри. Вот это наш письмо. Вот это инфидент. Вот наш письмо. Вот это про то, что я говорю. Вот это министерство. Если все вот эти коалиции скажут свое мнение, вот что будет. А вы знаете, вот все эти коалиции, что вы назвали, это все кланы, которые между собой враждуют. Враждуем. Это наши русские кланы. Это враждуют промышленники, военные, финансисты, правительства. Это люди, которые сидят... Про авторитетов этого мира и про президента. Они сидят на денежных потоках. МЧС. МЧС это никто. Их уже... Это денежный поток. Ответственно. Это кланы, которые... А если вы видите видео, как формы деньгами какого-то... Ну, зажрался, если формы деньгами, пока он не получит там заворот. Вот это вот, вот это видео, это будет... Понимаете? И вот и все, примерно. Так что правда, правда и только правда. Вот, вот правда. Правда не в пальцах, правда в дело. Если прикладно... Примикрешение будет вот в любой стране, в любой стране, в любом правительстве. Это не мои слова, я только передаю. ГРЭФ, финансы. Президенту Российской Федерации... Подождите, вообще не подчиняется. Финансы Российской Федерации не подчиняются правительству Российской Федерации. Подождите, там огромные миллиарды баксов. Как с ними? Это народное добро. Мы в них вкладываем. Патриоты это слово только. Не меньше. Не могут быть. Финансовый центр находится в Лондоне, в Нью-Йорке. Давай сидимся. Нет. Это несравнимо. Это несравнимо с... Где там? В интернете. В интернете и врут, и не врут. И правда, и не правда. Интернет это всего лишь средство. Всего лишь средство. А тут люди. Это правда. Нравится она вам? Нравится? Это правда. Не правда? Не, ну давайте будем воевать за миллиарды какого-нибудь там олигарха. Давайте. Ну, патриот. Почему? Это он достигнет двух возрастов. Снимайте, снимайте. 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 Можно снимать? Снимайте. 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 Я на запись не прерываю. А. Снимайте. 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 Это не важно, что он там перевел. Это просто бандит. Наши, а они. Об этом знают все. Ну, я об этом не знаю. Поэтому он пытался, СОЭС включил все и попытался сделать Россию. Березовский меня вообще... Меня не интересует ни Березовский, ни Путин, ни Медведев. Таких олигархов у нас много. Потому что мы не все знаем, кто уже так сел. До нас это не доволен. Опять мы не знаем. Но если мы не знаем, значит для нас этого нет. Есть. Как так? Фамилия не называется? Вот то, что Солнце газовый шар. Кто об этом не знает? Для него это Солнце просто Солнце. Может быть камень раскаленный. А то, что это просто газ. Если мы не знаем, для нас этого просто нет. Зачем об этом говорить? Что вот они патриоты, олигархи. Ну, они патриоты, ну и пусть они сами себе науменны патриоты. Они не патриоты. И они осознают. Если будут как можно больше денег переводить туда, тем меньше вероятность их оттуда забрать. Да, они олигархи. Они это олигархи богатые, сверхбогатые. Они не вкладывают ни одного рубля в Россию, потому что для них это потеря денег. Не все олигархи не вкладывают денег. Все. Все сто процентов. Обрамович уложил. Обрамович? Купил английский клуб за 200 миллионов патриот. Это его дело. Он половину денег... Это его дело. Это наши деньги, которые он взял снять. Он сам не украл ни одного рубля. Потому что он половину денег вернул в Россию, половину записанных живут. Он украл... Ничего не... То есть по закону он не украл. Не украл. По закону. Он заработал. А Госдума, которая издает законы, Госдума, она под их контролем. То есть получается, что хочу, то ворочу. По закону все нормально. А по правде вор и прохиндеев. По-народному сказать. Он не вор и не прохиндеев. По закону. Абрамович им не ворит. По закону. А по правде, по человеческой вот это... Он из ничего заработал что-то. Это он между собой... Сделал цивилизованное... Для картинки может говорить. А на самом деле это... Темная-притемная личность. Я скажу одно, что вас залечил интернет конкретно, только не просто. Чего я залечил? Ну какая разница, что мне залечил интернет? Мы же не про меня говорим. А про Абрамовича. Просто... А говорить на... Нормальных людей и всякую чешнюю. И верить, что они правят, это не так. Вы перешли сейчас на мое личное решение. Не-не-не-не. А зачем? Мы говорим про Абрамовича. Что-то давайте по нему и говорим. Я говорю, что вор. Потому что я плохой, значит мне нельзя говорить. То, что я залечен интернетом, мне не надо говорить. Как можно украться? А сейчас... Это такие придурки, что они могут украть. Самого себя, лишь бы только обогатиться. Обогатиться. Я не говорю, что он придурок в каком-то смысле. Но у нас в Кемеровской области начальники воровали солярку самим у себя. И получали какую-то... Я не знаю. Я говорю, что... Возьмите Березовского, воровал, воровал и умер в изгнании, в нищете. А Сахалина до этого, миллиард нашли в тумбочке. Воровал, воровал. Ему сказали, братан, ты нам мешаешь, нам надо твои денежки поделить. И тоже умер в нищете. Это воровские разборки, у нас воровское государство, феодальное, почти государство. Но, в принципе, я уже мальчиков, здорово, ахититизм и верую в светлую. Отлично. Как ты вещал, великолепен. Всем больше положительных выборов. Расставаем. Пытаемся сделать. Всем нас будет больше, тем больше. Договорились. Спасибо. Что, запись отмечает?